Дмитрий Медведев Здравствуйте, я Мария Лондон. Если кто забыл или не в курсе, бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева в процессе интервью с Виктором Шандаровичем заявила, что население России составляет 8 миллионов человек. Вроде прелесть какая дурочка, посмеялись, успокоились, но когда на таком же уровне функционирует мозг чиновника высшего ранга, становится не до смеха. Отчитываясь перед Думой, глава российского правительства рапортовал о росте экономики, о немоверном количестве сданных квадратных метров жилья, о несомненных победах российской фармацевтики и семимильных шагах сельского хозяйства. Коровы доятся, квартиры строятся, ракеты рвутся ввысь. Но главной заслугой действующей власти премьер-министр назвал возросшую продолжительность жизни россиян до уровня стран третьего мира. И прибавку к пенсии, и та, и другая, заметим, нищенская. Наш премьер всем премьерам пример. Практически зуб дал, что совсем скоро сравняет пенсию с минимальным прожиточным минимумом. Правда, пенсионерам, кто подрабатывает вахтерами, борщицами прибавка не положена, ибо жируют. Но на то же и отчет, чтобы не скрывать негатива. Товарищ Медведев и не скрывал. Прямо заявил о существующих проблемах. Вот рубанул, не стесняясь, мол, есть у нас в принципе проблемы. Незначительные. 480 недовольных политикой правительства дальнобойщиков. Ну вот где же она, Леся Рябцева, всплыла. У той населения России 8 миллионов. У этого всех недовольных 480 дальнобойщиков. В то время как лидер объединения перевозчиков России Андрей Бажутин заявил, что против системы Платон бастует в общей сложности более 600 тысяч человек. Что-то я за Дмитрия Анатольевича переживаю. Может парня в неведении в душной комнате держат. От интернета отрубили и дешевой пропагандой пичкают. По стороне массовые акции протеста. Лозунги с антикоррупционными требованиями. Уточки, кроссовки на деревьях, тысячи фур в дуре федеральных трасс, задержания, аресты. А он не в курсе. Щеки дуют и о достижениях провального правительства рассказывает. С достижениями, особенно в финансовой сфере, у действующего Кабмина и правда все в порядке. На днях были опубликованы декларации министров. Некоторые по полмиллиарда за этот кризисный год подняли. Например, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Заработал государственный человек 582 с лишним миллиона рублей. Или вот, министр без портфеля Михаил Абызов тоже славно потрудился почти на 521 миллион. То есть миллиончика по полтора ребятам в сутки капает. А еще же есть жены пушки заряжены. Особо талантливые дети, как у чайки, тещи, внучатые племянники. На фоне собственных подчиненных глава правительства практически нищеброд. С годовым доходом в 8,5 миллионов и двумя старенькими жигуленками. Аж помочь хочется. Есть, правда, и другая информация, предоставленная ФБК, где фигурируют виллы, дворцы и десятки миллиардов. Но проверять эту информацию Госдума отказалась. Оно и правильно. Вот так начнут с Медведева, а там, глядишь, до незадекларированных владений спикера Госдумы Володина доберутся. Ну а сам Медведев отреагировал на компромат в духе кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя». Кофелек, кофелек. Какой кофелек? Кстати, о погоде. Неважно, какая погода. Главное, как сказал Дмитрий Анатольевич. Надо точно верить в лучшее в мире правительство и в лучших в мире депутатов Государственной Думы. Конец цитаты. Берегите себя. Ну что, Москва, подвинься. Сибирь наступает. Еще пару-тройку дней назад мы были периферией. Сегодня даем фору столице. Оказывается, догнать и перегнать Златоголовую вовсе не утопия. Здравствуйте, я Мария Лондон. Кто что охраняет, тот то и имеет. События последних дней стали ярким подтверждением печальной мудрости Михаила Михайловича. Но начнем по порядку, сохраняя провинциальную субординацию. В Москве задержан оперативно-главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции за вымогательство взятки в полмиллиона долларов. Как выяснилось, борец с коррупцией под надуманным предлогом вымогал у коммерсанта 500 тысяч долларов США за прекращение проверочных мероприятий. В Следственном комитете России пояснили, сотрудник не только не проводил проверку, но и согласно своим полномочиям начать-то ее не мог. То есть обычный такой не слишком уполномоченный был сотрудник. И в сравнении как бы не слишком обнаглевший. Днем ранее другого московского правоохранителя арестовали за взятку в миллион долларов. Эту круглую сумму следователь главного следственного управления СКР по Москве требовал у представителя одного из столичных банков. В обмен божился не проводить обыски и не привлекать банкира к уголовной ответственности. Примерно в это же время был арестован сотрудник московского Росреестра. 35-летний чиновник требовал от предпринимателя более 23 миллионов рублей за помощь в регистрации права на недвижимость. Мы даже и представить эти суммы не можем. Уму непостижимо. А они, удачливые борцы с коррупцией, успешные чиновники, считают это нормой. Берут десятками миллионов. И вряд ли это первый сразу неудачный опыт. И вряд ли они в своих ведомствах оборотни-одиночки. А Медведев думает, что денег нет. Да есть. По провинциальным сусекам поскребите. Вот где конь не валялся. Вот где Новосибирск обошел Москву. Пока все поражались размаху столичных коррупционеров, в Новосибирске задержали скромного чиновника. Заместителя руководителя Сибирского управления Росрезерва Илгиза Гарифулина. Со скромной зарплатой в 46 тысяч. Поводом для ареста стало дело о взятке. Следствие полагает, что чиновнику был передан в пользование Порш-КН стоимостью более 6 миллионов рублей. Казалось бы, куда нам до Москвы? Но это только казалось. Все самое интересное было найдено у скромного бюджетника дома. А дома у скромного бюджетника все оказалось куда круче, чем, например, у сахалинского губернатора Хорошавина. Там-то всего и нашли, что 60 миллионов и ручку стоимостью в несколько квартир. Так кто губернатор? У нашего 43-летнего государственного служащего с зарплатой, напомню, в 46 тысяч. Только дома изъяли 100 миллионов рублей. Коллекцию дорогих ружей, каждая из которых стоит не менее полумиллиона. И 8 автомобилей. Кроме того, имеются элитные квартиры и коттедж с ремонтом за 20 миллионов. Была у госслужащего финансовая возможность вылетать с детьми на выходные на гонки Формулы-1. И арендовать вертолет для охоты. Алло, Москва, отстаете? Право было Ломоносов. Российское могущество прирастать будет Сибирью. Кстати, о погоде. Хорошо, если у вас есть элитный Porsche Cayenne. И еще 7 машин, как у скромного новосибирского чиновника. Или Rolls-Royce Phantom стоимостью 40 миллионов рублей, как у рекомендовавшего россиянам затянуть пояса вице-премьера Игоря Шувалова. Можно не таскать с собой зонтик. Синоптики обещают столице Сибири дожи. Берегите себя. Здравствуйте, я Мария Лондон. Вы заметили, мы перестали удивляться. Еще лет 10-15 назад фильм фонда по борьбе с коррупцией про семейство генпрокурора Чайки стал бы невероятным архискандалом. Нынче пошумели для приличия и замерли. Главные действующие лица на прежних ролях. И не страшны им журналистские расследования. Скорее наоборот. С каждой новой попыткой призвать возможных коррупционеров к ответу, общество получает показательный удар под дых. Даже не так. Это раньше они жестко отбивались. Теперь незамысловатый щелбан. Вот и новый фильм «Он вам не димон» мало что изменил в сознании рядовых налогоплательщиков. Ну, разве что о размахе не догадывались. Но так и теперь никто ничего не понял. Какие такие виноградники в Тоскане? Какой такой лифт для автомобиля прямо во дворце? Негодование социально активных россиян ограничилось банальным. Когда ж вы там наедитесь? Остальные случайно посмотревшие отнеслись к вопросу совсем по-философски. Мол, ну и что воду мутить? Все равно ничего Димона не будет. Димон фигура пока неприкасаемая. Зато чиновники с виноградниками поменьше на таком-то фоне практически агнется. Еще недавно шишукались про Шувалова. Ждали. Такие разоблачения. Замки, квартиры, самолет для жены с собаками. Волна схлынула. Шувалов на месте. Самолет надо думать по тому же маршруту и с теми же пассажирами. Вчера СМИ осторожненько так про Суркова обмолвились. Тема для россиян поднавязшая. Усадьбы с нереальными гектарами, речки в личном пользовании. Вертолет для полетов жены в соседнюю область за грибами. Опа, а тут мы уже из симпатии. Раз за грибами, пусть и на вертолете, значит наш человек. Грибники это ж практически сибиряки. Даже личную речку сходу прощаем. Впрочем, наше прощение этим грибникам-вертолетчикам, владельцам яхты виноградников, совсем не требуется. Новая вводная депутатам Государственной Думы никто на огороды серьезных людей не посягнет. На уходящую неделю Госдума отклонила законопроект, обязывающий руководителей государственных и муниципальных компаний декларировать свои расходы и доходы. Законопроект достался нынешним депутатам в наследство от парочки гиперактивных парламентариев прошлого созыва. И предполагал распространение на руководителей госкомпаний норм законов о контроле за соответствием расходов и доходов. И о противодействии коррупции. Видимо депутаты нового созыва решили, что многие знания для народа населения, многие печали. Вообще новоизбранных законодателей по весне обуревает дух противоречия. До кучи народные избранники забраковали еще одну законодательную инициативу. А именно законопроект, предлагавший ввести уголовную ответственность для представителей власти за оскорбление граждан. Так что граждане-избиратели, стараниями выбранных нами депутатов, мы теперь не можем законным путем выяснить, откуда государственные люди берут виллы с яхтами. Зато государственные люди теперь могут на совершенно законном основании послать нас в пешее эротическое путешествие. И ничего не боясь улететь на вертолете за грибами. Или на самолете на собачью выставку. Или уйти на яхте к Лазурному берегу. Подальше от нашего нездорового любопытства. Кстати, о погоде. Новосибирские похолодания. Да и по всей России с погодой проблемы. К нам в Холуево приезжает Путин. Редкий сотрудник технопарка не вспомнил на этой неделе слова из одноименной песни Андрея Макаревича. Поводов в прошедший вторник случилось сразу два. С утреца Новосибирск замер в ожидании премьера Медведева. А следом на информационных лентах появилось открытое письмо Макаревича к Путину с вопросом «Доколе?» Здравствуйте, я Мария Лондон. И вот в контексте названных событий подумалось мне. Как же хорошо, что наших президентов и премьеров тянет в регионы. Жаль только, что на скоком, на часок-другой. Вот подзадержались бы, погостили, по улицам прогулялись, в больницу какую детскую заглянули бы ненароком. И совсем бы здорово, как теперь говорят, нежданчиком. Вот представьте, проснулся чиновник, а в городе Путин с Медведевым. Сразу жить и работать охота, причем очень. Парочка таких визитов и дороги наши станут как зеркало. И город превратится в сад. А пока при каждом запланированном визите региональные чиновники отрабатывают вариант потемкинских деревень. Моют и чинят исключительно в обозначенных программой местах. Нынче повезло вокзалу Новосибирск-главный и аэропорту Толмачева. Но основную нагрузку, безусловно, принял Центр сибирской науки. Жители Академгородка с интересом наблюдали небывалую активность местной администрации. Буквально за сутки чиновники облагородили маршрут следования премьер-министра. За одну ночь в районе технопарка настелили газоны, построили ступеньки и вырастили клумбы. Не обошлось и без ноу-хау. Как выяснилось, в нашем Центре науки даже чиновники креативные. По словам очевидцев, стены здания технопарка и близлежащий асфальт мыли с помощью пожарных рукавов. Благо пожаров за время генеральной уборки не случилось. Также стремительно в городке появился новый асфальт, разметка на дороге и оккультуренные мусорные площадки. Неудобств жителям визит Дмитрия Анатольевича практически не доставил. Даже наоборот. С улиц полностью исчезли грузовые и учебные машины. А возможность преступных деяний упала до нулевой отметки. Единственного дворника, торговавшего марихуаной, отловили еще накануне. В кустах насажали снайперов и гаишников, а во дворах полицейских с собаками. Мышь не проскочит. Вот только посмотреть на премьеру удалось немногим. Сотрудникам технопарка ненавязчиво посоветовали не подходить к окнам, не выходить из кабинетов и не парковать машины на стоянках научного центра. Проверять профессионалин снайперов никто не рискнул. А вот с парковкой народ не уразумел. Парковки пришлось зачищать. В ходе встречи премьер пообещал и еще одну зачистку в руководстве Академии наук. Кстати, о погоде. Хорошо бы сохранить умеренность. А то будет жарко и сухо, новые газоны в Академгородке пожухнут, а дождь пойдет, новый асфальт с разметкой накроется. Делали-то наскоро. Всего вам доброго, любви и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok